всем привет вы на канале богини рукоделия с вами милочка и я хочу начать свою новую вышивальную игру перед вами все мои начатые процессы вот как они выглядят я сейчас поставлю вам калаш скорее всего с этих процессов либо вот вы видите превью работы это волки вот такие вот вот что у не вышита на данный момент к сожалению распечатанной картинки парижа у меня нет но я сейчас поставлю вам картинку на экран вы увидите вот что мне вышло на данный момент и вот этот прекрасный слоник у меня есть превьюшечка вот она это слон от анна яки смотрите какой красавчик будет у меня вот как он вышел на данный момент все старты вы можете посмотреть у меня на видео все старты есть у меня на канале я снимала видео всем рассказывала так что проходите смотрите если я не забуду то я оставлю ссылочки вам в описании а сейчас расскажу вам правила игры точнее как я буду играть мне немножко сложно потому что я давно не снимала видео и я уже забыла короче маленький у меня словарный запас я буду бросать кубики вот у меня есть два кубика есть у меня такая половинка яйца и у меня игра будет идти в течение недели как я хочу сделать точнее как я это так давайте начнем с того что эту игру мне подсказала света света тебе огромный привет она говорит что было бы интересно бросать сразу два кубика например но не одновременно а по очереди первый кубик будет выбирать какой процесс а второй кубик будет выбирать сколько дней вышивать я не буду ориентироваться по вышитым крестикам я не буду там знаете как там ориентироваться на количество крестиков потому что бывают разные ситуации и у хотя у меня на все эти процессы есть уже электронные схемы и но на тебе спасибо огромное за схему на волков и и спасибо огромное за париж так хотя у меня есть электронная схема я по количеству на количество не буду ориентироваться но возможно я буду называть сколько крестиков вышла там за неделю вышивать я буду по дням то есть если у меня выпадет на какой-то процесс один день значит я буду этот процесс вышивать один день второй раз я бросаю кубик выбираю какой-то второй процесс например и на него выпадает три дня значит автоматически третий процесс я буду вышивать все оставшиеся три дня в неделе да то есть получается здесь уже такая будет рулетка то есть а для того чтобы мне понять какой будет у меня номер моего процесса вот у меня есть такой блокнот я буду здесь все записывать давайте мы узнаем каким под каким номером у меня будут волки так я возьму сейчас вот это под каким номером у меня будут волки как раз здесь два кубика и сейчас каких два числа выпадет вот под таким номером он у меня и будет так 33 но не честно мне нужно два разных сейчас так давайте еще раз потрусим не честно так на смотрите 34 так 33 ну что такое так теперь мне 1 и 2 вот теперь 1 и 2 так на волки я выбрала номерки получается 1 и 2 это будут волки дальше выбираем теперь париж просто одной рукой мне вообще неудобно давайте на париж так 4 и 5 ничего себе 4 и 5 и тогда автоматически 3 и 6 будет на слона так вот если давайте еще раз правила я сама толком не могу сейчас оставить у себя в голове точно скажу вам то что у меня сценария нет но сейчас попробую сейчас выразить все свои мысли кратко и точно как я буду играть я буду бросать два кубик я буду бросать один кубик и буду выбирать процесс например вот давайте сейчас прям не сделаем на вот неделю которая будет я бросаю кубик выбираю процесс 4 а под номером 4 это у нас париж значит получается на париж я буду вышивать сколько дней теперь выбираю дни дни 5 на париж 5 дней теперь мне нужно выбрать следующий процесс потому что в неделю у нас 7 дней и получается еще осталось у меня свободное два дня давайте выберем процесс волки под номером один и бросим сейчас кубик так как это второй только процесс на неделю до может быть так выпасть и что цифра 1 и будет один день до смотрите цифра 1 получается тогда волки я буду вышивать один день в неделю и слона буду вышивать автоматически тоже один день в неделю то есть я думаю что понятно да если что будут вас какие-то вопросы если вам как-то интересно у вас есть какие-то вопрос либо предложения либо не за какие-то другие идеи пишите я рада буду с вами пообщаться на эту тему сейчас я себе записываю так один день и слон один день это очень хорошо очень хорошо потому что на этой неделе я повышеваю все три процесса и с какого я начну я не знаю я вам буду дальше делать включение ну что с началом меня пожелайте мне удачи надеюсь я что я поиграю чуть подольше чем обычно надеюсь я что у меня не пропадет этот азарт и я смогу как-то влиться в колею вышивальной недели как-то вышивать не просто вот так да как то интересненько ну посмотрим дальше и конечно же мне покажут ваши комментарии ваши лайки как у меня получилось ну вы не переключайтесь у нас впереди еще неделя так что посмотрим что я тут на вышивала ну что начну я эту вышивальную неделю эту игру с этого слона давайте я вам покажу его превьюшечку ведь она у меня есть и можно ее показывать хотя вы знаете так отблескивать давайте я лучше буду вам вставлять ее вот такую на экран и смотрите что у меня вышито на данный момент здесь вышито у меня 3196 крестиков я специально себе записала чтобы высчитать потом сколько я крестиков вышью на этом процессе за один день напомню вам что мне его нужно вышивать один день в неделю и я решила начать с него потому что мне кажется сегодня у меня будет достаточно времени чтобы повышивать и как максимально больше вышить крестиков можно будет потому что мне хочется вышивать этого слоника это многоцветка это намного другая совсем техника вышивки другие чувства и все по-другому это не так как набор это даже не так как химера но я дальше буду вышивать все остальные свои процессы я вам буду рассказывать о них а сейчас я пока отключаюсь и встретимся с вами уже через день вот и прошел у меня день и я повышевала сколько крестиков я вышила за день за этот день я вам скажу уже в конце видео что могу сказать вообще по поводу самого процесса мне очень нравится здесь очень много блендов но это красиво смотрится вообще мне нравится вышивать данину схему вот этого слона смотрите прям хобот такой настоящий он как бы такой прям вот видно как изогнутый да такой короче классный хобот вот и я хочу подниматься вверх сейчас я покажу вам вот вверх хочу подниматься я сейчас вышиваю вот здесь где-то вот и хочу вверх подниматься до глаз глазки хочу ему вышить я сначала думала вниз спускаться но нет решила буду вверх подниматься хочу вышить глазки ну короче я сначала хочу вышить слона а потом уже буду вышивать фон Как-то не хочется мне пока сейчас скучать на фоне, мне хочется вышивать этого красавчика, этого слоника. Ну, мне он очень нравится, вы знаете, невероятные чувства, какие-то ощущения. Я животных не вышивала никогда, но мне сейчас очень понравилось. Так, а сейчас я вам покажу, какой же процесс я буду вышивать следующий. Скорее всего, это будет Париж, но сейчас посмотрю я, подумаю и скажу вам все. Вот я и повышивала 4 дня, так, четвертый день еще вышиваю, хочу вам показать этот кадр, потому что хочу перепялить сейчас. Знаете, я сначала думала, что буду вышивать вверх, вот вверх буду идти, как бы вышивать эту башню, эйфелевую башню, да. Но потом, когда я стала вышивать вот здесь, вот видите, это уже чашечка, это уже кофе, вот лата это, видимо, потому что такая пенка, да, такая пенная. И мне захотелось поскорее вышиваю, и поэтому я не буду откладывать, короче, я не буду это откладывать в долгий ящик. Я сейчас перезапялю чуть-чуть выше и начну вот дальше продолжать вышивать чашечку. Ну, давайте я буду перепяливать и покажу вам уже, как это будет выглядеть, пока это выглядит вот так. Вот я перепялила и теперь буду двигаться вниз. Сейчас буду продолжать вышивать эту чашечку красивую, мне она очень нравится. Точнее, сначала мне нравилась башня, я хотела вышивать башню, но мне она не перестала нравиться, просто в данный момент я хочу вышивать эту чашечку. Так, сейчас кошечку эту прикреплю, магнитик, смотрите, какой классный, ой, какая кошечка, да, держит иголочки, классно. Так, сейчас, и буду вышивать. Вот и повышивала я пять дней Париж, смотрите, что у меня вышилось. Я спустилась вниз, я вам показывала в прошлом включении, и смотрите, вот здесь это все время я вышивала вот эту чашку. Видите, как здесь вот прям бортик чашки, да, вот, как сказать, не бортик, а стенка чашки. А вот здесь, мне кажется, если бы я дошила, то уже была бы пенка этого кофе латте. Я очень люблю латте, и, конечно же, да, когда я попаду в Париж, обязательно сделаю такую фотографию, прям вот, не знаю, это как-то, знаете, такая мечта. Я мечтаю побывать в Париже, и когда-нибудь эта мечта сбудется, и мы с моим мужем обязательно полетим, поедем. Не знаю, как это будет, в Париж, и дай бог, чтобы это было при радостных обстоятельствах, потому что, как я уже ранее говорила, что нужно осторожно быть со своими желаниями. Да, потому что, ну, вы знаете, я не желала никогда оказаться в Германии, но как есть, как сложилось. Ладно, не об этом. О том, что я вышивала 5 дней Париж, и скажу вам, что, как бы, мне он не надоел, не наскучил. Знаете, у меня не было такого, ой, скорее бы там переключиться на другую работу. Просто монохром, да, несложно, легко. Возможно, я сейчас в таком состоянии, что для меня в самый раз такой процесс. Не знаю, мне понравилось. Не могу сказать, что плохо, не могу сказать, что прям вау, от результата я в восторге, но неплохо, отлично смотрится. И вышло за 5 дней я 3 112 крестиков. И на данный момент всего, вот здесь вот всего вышито, 5544 крестика. Вообще, вроде бы, кажется, немного, да, но на конве это, вот смотрите, какой, давайте покажем по сравнению с моей рукой, вот, такой немаленький, да, участочек такой, нормальный. Отлично смотрится. И это 6,64% от всего вышитого. Очень хорошо. Я довольна. И у меня остался один день недели, это воскресенье. И да, это 24 апреля, воскресенье и Пасха. Но вы знаете, я это сейчас говорю, потому что я знаю, что Пасха должна была быть 24 апреля. Но у меня совсем нет настроения, хотя этот праздник любимый мой. И мы всегда всей семьёй его праздновали. Я всегда пекла Пасхи. Я готовилась всегда к этому празднику, постовала. Верную неделю я ходила, освящивала вербу. Потом пекла Пасхи. Я очень люблю, когда мой муж ест эти Пасхи, как он восхищается. У меня было два рецепта, которые я готовила. И вот они каждый год получались разными. И этот запах. И вот знаете, когда я пекла Пасхи, всегда в четверг муж был на работе. Я приходила домой, если я была на работе, либо я брала выходной. И я пекла Пасхи, и когда он приходил домой, вот он открывает дверь и сразу говорил, что вкусно пахнет, что ему это очень нравится. Я много делала маленьких пасочек для деток. Ну, они любят вот эту сахарную клазурь есть. Мы с детьми всегда красили яйца, украшали Пасхи. Это наша полосемейная традиция. Я вообще люблю праздник Пасхи. Я верю в Бога. В этом году как-то... Я не чувствую этого. И поэтому вы можете мне, конечно, сказать, да, в чем проблема? Как будто бы могла бы и в Германии отпраздновать Пасху. Но я не могу. Моя душа не чувствует этого праздника. И как-то... Когда мы не вместе, я не могу. Я не перестала верить в Бога. Я верю сейчас в Него еще больше, чем до. Ну, просто вот так. Пока духовно я так чувствую. Я с вами всегда честна. И вот то, что я чувствую, я рассказала. Возможно, вы скажете, это не для вышивального видео. И вы бы хотели здесь услышать что-то другое. Ну, как и есть. Да. Как и есть. Конечно, я благодарна за все, что мне есть сейчас. За то, что мы все живы-здоровы. За то, что мои дети со мной. За то, что муж выходит на связь. Котик, ты будешь слушать это видео, да? И я тебя очень люблю. Скучаю по тебе. Целую тебя, обнимаю. Да, я знаю, что он будет смотреть. Я думаю, что ему будет приятно слышать. Вы уж у меня девочки, мальчики, кто смотрит просто вышивальный YouTube. Простите. Но мне кажется, что мой канал изначально не был только заточен, скажем так, под вышивку. Это как мой личный такой, да, скажем, дневник, что ли. Ладно. Наговорила я всего много. Вырезать ничего не буду. Оставлю для истории. И буду начинать вышивать волка. Вот так символически, да? Что вот я вам покажу в следующем кадре волка и расскажу вам про эту работу. Я надеюсь, что вы уже видели все мои старты. Скорее всего, видели. И вы видели старт и Парижа, и Слона, и Волка. И я там рассказываю. Каждая картина, каждый процесс имеет свою историю. И это, знаете, мир не без добрых людей. Все у нас будет хорошо. Вот и наступило воскресенье. И я буду вышивать сегодня эту картину волков. Это такая семья волков. Да. Я в прошлом включении говорила, что символическая картина. И сейчас я вышиваю вот этого волка. Давайте напомню вам характеристики немножечко этой работы. Вышиваю я на конгресс Траминия 24 каунта, но только через одно переплетение. Сейчас я вам все покажу. Старт есть у меня на канале. Если кому интересно, проходите, смотрите. Здесь своя история также этого процесса. Свой... Да, своя история. Каждый процесс у меня уникальный. И вот, что у меня вышито в данный момент. Вот так выглядит мой волк. Я вышивала по бумажной схеме. Схему не зачеркивала. Вот так, где она? Вот так вот. Вот так вот я вышивала. Схему не зачеркивала. Здесь я вышиваю через одно переплетение, но там, где... В одну нить. Да. Через одно переплетение в одну нить. Но там, где бленды, я делала... Ну, две ниточки бленд делала и вышивала. В принципе, смотрится красиво. Мне очень нравится. Когда я сняла старт, показала это видео, и мне потом Янонка сбросила схему для Кростич Саги. И теперь у меня есть электронная схема. И теперь я могу вышивать по электронной схеме. Но, скорее всего, в этот раз я не смогу проследить, сколько я крестиков вышью. Потому что, ну, вот я выделила вот это вот все. И это удалила. А вот эти вот крестики я как бы буду по ходу вышивки уже удалять. И, скорее всего, на этой неделе я пока не буду точно говорить, сколько крестиков я вышила на этом волке. Просто в следующем кадре вы его увидите. И какие будут там продвижения, тоже увидите. Ну, сколько я смогу вышить за день? Я даже не знаю. Ну, хорошо, что хоть один день получится на этой недельке повышивать. Потому что, да, мне нравится этот процесс. Мне нравится этот волк. Он такой символический. Ну, короче, классный. Ладно, буду вышивать. Вот и закончился у меня день. И повышивала я волка. Вышивала немножко. Вот здесь чуть-чуть. И вот здесь немного. В саге отметила, что у меня вышита голова. Вот здесь отметила. Ну, вот здесь чуть-чуть у меня еще не отмечено. Здесь я буду отмечать по ходу дела, когда буду вышивать. И отмечать. Так что сейчас не смогу вам сказать, сколько клистиков я вышила. Надеюсь, я, что кадр сменился. И вы увидели разницу. Вот. Но пока я вышивала всю эту неделю с кубиками, моя подружка Света вышивала тоже. И у нее случился такой момент, что нужно перетягивать канву, делать другую натяжку. И вот она сделала это. И смотрите, какая красота у нее получилась. Она вышивает СТ, розы. Как правильно называется набор, я точно не скажу вам. Но если интересно, пишите. Буду уточнять. Я просто спросила у нее разрешение, могу ли я вам показать, потому что это невероятная красота. Очень красиво. Вживую смотрится вообще бомбически. И вы знаете, это действительно труд. Труд, да. Ну, Света молодец. Трудяшка, вышивальщица такая. Вышивает каждый день. Ну, классно. Классно, когда есть кто-то, кто понимает, о чем речь. Вот. Ну, ладно. А на этом я буду заканчивать свою, вот эту, получается, игровую вышивальную неделю. И буду приступать к следующей. Но это уже будет завтра, так как у меня сейчас вечер воскресенье. А завтра будет понедельник. И завтра уже я буду бросать опять кубики. И посмотрим, к какому процессу повезет. Напишите мне в комментариях, за какой процесс вы болеете. На украинском мове вболеваете. Как по-немецки, я еще не выучила такие слова. Мне просто интересно, кому какой процесс больше нравится. Если честно, я не могу для себя выделить какой-то процесс, который мне больше всего нравится. Знаете, сажусь за волка, мне нравится его вышивать. Сажусь за слона, мне нравится больше слона вышивать. Сажусь за Париж, мне нравится Париж вышивать. Ну, не знаю, каждый процесс, Ну, как вы знаете, что каждый процесс у меня имеет свою историю, и поэтому он для меня имеет свой смысл, и я не могу выделить один. То ли многопроцессность играет роль, то ли что я многопроцессница, то ли еще что-то, не знаю. Ну, спасибо вам всем за внимание, встретимся с вами в следующих видео. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких, мирного неба нам всем над головой. Все будет хорошо, встретимся с вами в следующих видео. Говорила уже, до новых встреч, все-все, пока-пока. Чус! Субтитры подогнал «Симон»!